Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы рассмотрим еще одну достопримечательность Калининграда, Калининградской области. Это музей янтаря. Так как Калининградская область является, можно сказать, основная, где добывается 70% янтаря, всего мирового добычи янтаря находится в Калининградской области. Поэтому, естественно, здесь и должен быть музей янтаря. Это площадь Василевского. Так что, если будете ехать, просто садитесь и ориентируйтесь на это. Здесь вот указатели, где что находится, в какую сторону куда идти, на русском и на английском языке. Ну, это вот вход, но это вход не в музей. Это просто как бы ворота на территории форта. Там, наверное, есть какой-то вход, но я туда была закрыта. Это как рыба. А вот вход в музей янтаря. Вот такой он, с железными воротами. Открывается, видите, в 10 часов. Здесь стоят различные, ну, как сказать, статуя, не статуя, но скульптуры с металла сделаны. Вот сам вот это помещение, где находится музей янтаря. Это вот дворик такой. Походить, посмотреть. Вот его памятник. Скульптура. Здесь напишем, наверное, вот здесь. Скульптура. Ловца янтаря. Вот такая она сделана. С чем это связано, не знаю. Эта башня, видите, 10 апреля 45-го года было водружено, зная победы. И закончил сопротивление. Калининград оставит. Это Кенигсбергский гарнизон. Это мы уже зашли в помещение. Стоимость билета, ну, была где-то пределок это 230 рублей. Ну, это самое дешевое. Там еще были какие-то цены на билеты. Ну, купил то, что купил. Времени было мало, поэтому я как-то так быстренько пробежался, посмотрел. Вот видите, громаднейший кусок янтаря. Янтарь, вообще-то, это смола. Застывшая смола. Может, сосновая. Сосны были, как говорят, очень большие. И стекала вот эта живица, песок. Потом это все затапливалось, попадало. Ну, она оставалась в этой части на берегу. Ну, и попадала в море. И в застывшей этой смоле попадались различные комарики, жучки. Ну, и если большой кусок смолы, огромнейший, то могло попасть и мелкое какое-то животное. Ящерица или что-то еще с чем-то. Значит, я еще раз, я не стараюсь вам рассказать, провести, как говорится, экскурсию по музею. Не было мне такой цели и задачи. Просто пройду, посмотрю, как бы замануха. Что если желаете, то можете прийти посмотреть. Ну, я бы не сказал, что мне это очень сильно понравилось. Но, во всяком случае, могу сказать, что я там был и видел, что собой представляет музей янтаря. Во всяком случае, в тро раза туда уже не пошел бы, это точно. Ну, это, как говорится, на любителя. Вот, видите, вот попадали различные насекомые в смоле. Затвердела смола. И они там остались прозрачные. Ну, еще, как раньше делали, может быть, в детстве кто-то делал. Брали эпоксидную смолу и тоже там пытались оскорпиона, у кого были, забальзамировать. Ну, а здесь природа постаралась. И вот такие поделки природы можно посмотреть в этом музее. И не только природы. Здесь еще очень много различных поделок, которые сделаны человеческими руками. Здесь стоят вот большие такие увеличительные стекла. А там маленькие кусочки янтаря с различными насекомыми и различными, что попали в смолу и застыли. Вот здесь различные тоже куски янтаря, различные панно, картины. Вот тоже, видите, какой большой шматок янтаря. Здесь можно попросить экскурсовода. Он пройдет, ну, естественно, за отдельную плату. Пройдет, все это вам расскажет. Ну, мне было время ограниченное, поэтому некогда мне было слушать экскурсовода. Я просто сам пошелся, посмотрел и сделал для себя, ну, какой-то вывод, что с собой представляет. Ну, можно посмотреть. Во всяком случае, если кому-то интересно, можно посмотреть, что с собой представляет музей янтаря, который находится в Калининграде. Дальше я не буду утомлять вас своим разговором, просто смотрите чисто ознакомительно, что как. Он, в принципе, не такой же большой, но Ford сам по себе не очень большой, поэтому здесь вы как по кругу идете и осматриваете экспозиции. Ну, там, где позже будет, я вам кое-что расскажу, но еще раз говорю, чисто свои умозаключения. Любой музей, если вы посещаете, необходимо время. И время не полчаса, не час, а как минимум хотя бы часа два-три, чтобы можно было вдумчиво пройти, посмотреть, почитать, пофотографировать, что вам понравилось. Потому что обычно проскакиваешь так музей, любой музей проскакиваешь, а потом начинается, приходит как бы прозрение, что надо было бы по-другому посмотреть. Как я посмотрел Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В то же время было мало, пробежался, посмотрел, а потом, когда я уже посмотрел видео, я для себя сделал вывод, что нет, так нельзя смотреть музеи. Надо заранее прочитать про этот музей, просмотреть хотя бы такие ролики, как я вот снимаю, а потом уже посещать эти музеи. Если будете посещать эти музеи, то, возможно, вы что-то подчеркнете интересное для себя и, как говорится, расширите свой кругозор. Ну все, болтать больше не буду. Смотрите и делайте для себя выводы, чтобы вы посмотрели, если приедете в славный город Калининград. Как мы сейчас ждем, когда мы собираем печать не буду. Здесь очень много таких. Но как-то тогда в Санкт-Петербурге. Мы не будем ждать. Мы собираем печать. Мы собираем печать не буду. но как тогда не дали волосы изначально изначально выходили на погрешник и собирали так с очками и выхожу и до сих пор стоял способа лета в нашем области все два китайских сейчас у нас 4,5 кг в основном в начале дворец , они упали в 1 кг в 1 кг в 1 кг в 2 кг в 1 кг в 1 кг в 1 кг в 1 кг в 2 кг в 2 кг Продолжение следует... 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 ну в принципе на этом мы здесь и заканчиваем вот колонна миниатюре которая слетана городской площади в санкт-петербурге тоже с янтаря ну все идем на выход экспозиция различных ну плоховато что-то напротив солнца и против света как-то не очень хорошо получилось снять ну это как-то так не знаю может к янтарю уже никакое отношение не имеет но все равно что-то есть янтаря все это вот я вышел с территории музея вот он с правой стороны это график работы здесь проходим спускаемся и можно попасть на территорию ну здесь какие-то там магазинчики ларечки которые мне принципе не интересно это вот слева водная гладь водоем огромнейший к это озеро тоже не будут не буду врать не знаю как он там называется задача была совсем другая обойти посмотреть сам форт где находится музей янтаря это вот перила для моста тоже где-то когда-то вот это с тыльной стороны зайти с тыла посмотреть на этот вот это вот набережная это вот тыльная сторона ров с водой как можно было в сорок пятом году нашим воинам штурмовать эту крепость если в бойницах таких сидят фашисты отстреливаются ну территория здесь люди отдыхают смотрят ну что на этом принципе обзор на искусстве экскурсия по музее янтаря я заканчиваю еще раз задача была не провести именно познавательную экскурсию а чисто ознакомительно как бы заманушная экскурсия чтобы если вы побываете в городе калининград можете посетить данный музей и думаю вам будет интересно и вы как говорится расширите свой кругозор и будете знать что есть такой музей и вы там были ну все продолжение следует где мы ходим Продолжение следует...